контемпорари в моем понимании это сугубо авторская хореография то есть контемпорари она принадлежит чисто исполнителю то есть это личный личный стиль и личное ощущение тела и тела в действительности в пространстве тела которому дана какая-то определенная задача она может быть хореографическая может быть психологическая может быть супер сюрреалистическая да то есть и как я нахожу ответ на этот вопрос через тело через тело через звук может быть да то есть различные методики есть работы и это все можно как бы округлить словом контемпорари допустим когда у меня спрашивают а вот дайте базу контемпорари меня это всегда напрягает потому что база контемпорари нет то есть я могу вам рассказать как я преподаю контемпорари что я использую в своей базе но это не значит что это будет ответом на вопрос других преподавателей потому что их база совершенно другая и они работают на совершенно других рычагах вот поэтому на первом занятии я всем говорю ребята то что вы пришли учиться контемпорари вы пришли учиться контемпорари от широкой это не поможет вам пройти на союзники конденс например потому что допустим вот именно союзники конденс они ближе к модерн джазу то есть это более классическая скажем так именно база джаз танца но не контемпорари вот а в своем контемпорари я использую смесь различных методик но в данный момент я работаю больше всего с релизом с расслаблением полностью тела и с грамотными импульсами телесными то есть правильная постановка толчка и как этот толчок может дальше повлиять на полностью строение движения и миксую это все с очень сильным прокачиванием техническим тела в плане закачивания спины ног рук потому что без силы к сожалению практически ничего невозможно даже релиз без телесной подготовки технической он невозможен поэтому я делаю как бы строю класс класс я называю классом определенное количество связанных между собой упражнений эти упражнения в моем в моей методике они как бы окрашены более танцевальным характером но все-таки они являются более техническими моментами и как бы я прохожу этот класс каждый семестр по четыре месяца я делю разные степени проработки вот допустим там первый год первые семестры я работаю именно с балансом потом с весом потом с прыжками и так далее вот и класс делю тоже на две половины одна половина техническая сложная как бы с прокачиванием стоп мышцы остальные вторая база вторая часть уже больше с такими это инерционными движениями вот такой у меня контемпорари прежде всего мои тренировки подойдут людям которые готовы долго и скучно работать это главное потому что есть люди которые приходят за вал эффектом и к сожалению я как бы не настроены потому что ну я достигаю вау-эффекта в другом да то есть и поэтому для того чтобы достичь этого эффекта нужно очень долго проработать все чтобы это все было грамотно и самое главное чтобы это не травмировало потому что чаще всего вот этот вот того эффект до своей сынки конденс она достигается именно тем что вы 35 уже ходите с протезами в коленках вот поэтому поэтому для того чтобы все точно и медленно прорабатывать нужно вот это умение сосредотачиваться и внимание и вот именно люди которые стремятся вот успокоиться и медитировать хотят ну такое себе да то им это будет интересно я работаю с очень такой терапевтической скажем так медлительностью но в то же время когда я уже чувствую что группа проработала мы наращиваем очень стремительно темп потому что тогда как темпе мы сразу понимаем как это работает как это расслабление как эти суставы как это все работает дальше поэтому в принципе как бы вот это ну моя хореография она очень скоростная но первые там месяцев мы сидим на очень медленном темпе и разбираем очень медленно тело вот мои занятия подойдут людям которые хотят думать в процессе танцевания потому что если вы не думаете и не осознаете что вы делаете то это получается что вы просто повторяете за преподавателем вы не ощущаете своего тела в процессе если вы как бы я как бы заставляю людей думать в процессе вот и если вы как вы хотите понять что вы делаете и для чего и как где вес и что то это тоже подойдет то есть но тут уже каждому свое потому что я работаю с такими формами тела которые нельзя сказать что они супер эстетические с точки зрения допустим балетной эстетики да то есть не вытянутых рук там еще чего-то я работаю с более естественной позировкой и но есть люди которые просто это не приемлют и я это понимаю поэтому вот такого может быть могут быть обязательно и растяжка мышц как таковых вот допустим не не шпагат в провис как бы просто эластичность мышц естественно нужно в любом потому что если у вас не эластичные мышцы это травмы то есть есть люди которых такая ну такая природа и они сухие и не эластичные и но это не значит что вы не можете заниматься это значит что вам придется приложить больше усилий вот но есть очень много вариантов как подойти к этой проблеме решить ее как грамотно вставить суставы там дальше разбирать это все по анатомии вот но прям такого вот шпагатного у меня сама нет шпагата прямо такого шпагатные шпагатные растяжки не нужно но вообще ощущение как бы тонуса ощущение ощущение жима в теле она естественно нужно но это все достигается тоже на тренировках если говорить про этаж это шла ряда и по мою группу здесь то я все-таки зову людей которые же знакомы сделал потому как я очень ленивая нет на самом деле это просто дело в том что в какой-то момент я поняла что я как преподаватель останавливаюсь каждый раз начиная с базы я решила что я лучше наберу людей которые знакомы с телом но это не обязательно контемпорали это может быть йога это может быть капуэра это может быть все что угодно это может быть хип-хоп да но те которые уже более-менее имеют связь хотя бы пальцы ноги с пальцем руки и как бы через эту связь я уже накладываю свои пути скажем так то есть поэтому да ко мне наверное могут быть те люди которые уже чуть-чуть знают но на самом деле я не столь взыскательна потому как я жду людей которые готовы работать потому что если вы очень хотите то допустим моя хореография она совершенно не не требует каких-то супер технических как я говорил у навыков она просто требует очень длительной работы самим от собой то есть если вы готовы не ныть и не спрашивать 20 вопросов которые не нужно спрашивать а лучше подумать перед тем как спросить то тогда your welcome вот а по поводу того какие советы я могу дать прежде всего я говорю этого на каждом занятии чтобы ребята одевали закрытые ноги как бы закрытые длинные штаны и закрытые закрывали руки то есть полностью зачехлено у них должно быть тело потому что я работаю спортером и если ну в момент проработки то это может быть очень травмировать кожу и все остальное поэтому я всегда всех прошу одевать носки одевать максимально байки вот это наверное самый главный совет который могу дать людям которые первый раз приходят потому что если вы придете в не той одежде вам будет очень комфорт чем я еще занимаюсь кроме преподаванием в этаже я являюсь хореографом постановщиком в белорусском государственном молодежном театре я работаю с профессиональными актерами с профессиональными танцорами потому что при этом театре есть трупа современной хореографии в которым я являюсь и исполнителем и постановщиком но также основную часть своей работы я работаю с актерами и это очень круто потому что это совершенно другое мышление это совершенно другое решение телесных задач потому что у них нету возможностей но зато есть какое-то представление о теле совсем другое вот и я очень много от этого беру к себе в танец вот поэтому эти люди это мой сосуд из которого я постоянно выпиваю хуку по чуть-чуть и вот ну я и выведу постановочный новичный процесс постановочную деятельность сейчас я занимаюсь больше перформанс ными вещами то есть они не делаю застроенные спектакли не отделы больше вещи на импровизации и сейчас я занимаюсь именно импровизациями на возможностях танцоров то есть я развиваю максимально развиваю возможность танцора и на этом максимальном уровне их возможности задаем задачу и это как бы складывается потом в перформанс вот этот вот я называю этот процесс мы называют эту методику состав то есть я собираю определенных людей которые мне интересны развиваю максимально то что они могут потому что одни могут одно другие другое но до экстра варианта и потом они выдают иногда нет но это получается актеры актеры принимают все вербально им нужно рассказать то есть им нужно накидать ассоциации и вот это вот построение словесных ассоциаций они помогают мне естественно потому что для меня проще всего объяснить движение через окрашивание его в какое-то качество да не через там тут сустав идет другой сустав пальчик согибается на 30 процентов и мы выходим в стойку да то есть мне проще рассказать что вы выжимаете там лимон или еще что то да то есть и то что я постоянно наговариваю актерам естественно я приношу потом зал и наговариваю ребятам и в тренаже потому что это очень важно ощущение того как вы делаете потому что через ощущение вы понимаете тело и потом можете импровизировать использовать этот паттерн вот ну и с актерами на самом деле актеры помогли мне понять что все индивидуальности и нельзя равнять всех под одну гребенку потому что иногда человек способен выдать такую реакцию которую танцор никогда в жизни не сделает потому что у него просто уже заученные натянутые носки а актера нет и поэтому я стараюсь всегда у своих исполнителей оставить эту середину техническую подготовку но в то же время не лишать их личностного какого-то личностной ответственности за свое действие что мне помогло развивать ну пять лет института культуры как бы кто ничего не говорил конечно много там было всего лишнего или не до чего-то но в любом случае когда ты занимаешься профессиональной деятельностью тебя нет уже ну как бы назад варианта ты уже идешь вперед и это мотивирует и когда тебе относятся к профессиональному танцору ты не имеешь права не быть еще меня мотивирует наверное последнее время мотивирует видео когда я смотрю каких-нибудь крутых танцоров или крутых постановщиков и думаю о том что ну вот как-то уже наверное я так могу надо пробовать что-то такое делать и я уже понимаю как они мысли то есть я понимаю что я наконец-то доросла до уровня их мышления и я понимаю почему и что к чему и еще ну естественно посещение классов ну то есть это как основа снов да то есть это априори ты не можешь ты можешь долго вариться сам себе и это нужно делать потому что кроме это ну это единственный твой шанс найти себя но к сожалению мы у нас есть определенный лимит и мы должны выходить из этого сосуда из своего в другой сосуд вот и поэтому ну мастер-классы определенных людей уже уже я как бы не ведусь на все ты уже когда ты нашел сам себя ты уже у тебя есть отклик ты сразу ощущаешь что вот да вот это вот то что мне интересно разобрать и мне интересно понять вот и приходится жертвовать многим для того чтобы учиться вот и прежде всего когда тебе становится чуть ты становишься чуть старше тебе становится все более лень и лень учиться вот ты должен как-то вот этот момент перерести в себе и говорить о том что нет мне надо еще больше учиться теперь же я понимаю больше надо еще больше вот и это наверное именно эта позиция нами как-быка заставляет каждый раз каждый раз освобождать место и заполнять его новым опять освобождать что-то старое то что ты меня не работает теперь я это знаю и освобождают и и заполняю новую информацию